Всем привет! На разблокировке у нас Huawei Y5 2019 в таком печальном состоянии, уже подразобрал. Для разблокировки нам понадобится пройти по ссылке в описании, скачать там архив, пароль к архиву 2442. За архив спасибо Плюско Михаилу. Ну а мы приступим. Плюско уже снимал по этому поводу, но пару моментов я добавлю, пожалуй, от себя. Первое, это у нас рекавери, чтобы его сбросить, надо в рекавери попасть. Для попадания в рекавери надо зажать кнопку громкости вверх и питание, и держать до появления логотипа Huawei. Смотрим, вибрация прошла, Huawei отпускаем. Не после вибрации, как обычно, а после Huawei. Все, попали в рекавери. Ну, так оно выглядит. Ну, рекавери мне, в принципе, не нужно, так что я перезагружаю, и для разблокировки понадобится разобрать телефон. Разблокировать будем мы через фазбуд, через тестпоинт. Чтобы фазбуд нам его завести, нужно нам зажать тестпоинт о плате. Сейчас покажу, где-то споинт. Вот этот вот контакт надо зажать на землю. Так, отключаю питание, и переходим к компьютеру. Так, переходим к компьютеру. Вот наша папка скачанная, порой повторяю 2442. Второй момент, плюс комик ее не указал. У нас здесь надо отключить антивирусник, потому что вот на эти файлы антивирусник ругается, удаляет их. Чтобы нам ничего не выпортило антивирусник, я выключаю. Ничего такого нет, просто пофиксенные файлы, поэтому антивирусник на них ругается. Открываем флештул отсюда, именно с папки, и запускаем флештул. У нас катал файл у нас, естественно, потерянный. И заполняем, то есть, сейчас маленько смещу вот сюда. Так, первая строка. Открываем, и в ту папку проваливаемся, где у нас, да, вот это. Вот, bootload image, и выбираем alt on. Ну, с катар, я так понимаю, все знают, это добавляет. Все, первые файлы добавляем, обязательно не вторые, первые файлы. И здесь тоже первый файл, то есть, заполнили вы так все. И переходим в формат. Ну, как обычно, мы МТК форматируем, ничего нового. Идем, открываем вот этот файл, чтобы нам сейчас не лезть в скатер, не открывать скатер через блокнот, или через workpad, чтобы не искать там. Мы открываем просто файл, уже готовый. И вставляем вот эти вот значения. Все, у нас твой стул подготовлен, нажимаем кнопку старт, и идем к телефону. У нас тут старт, нажат уже. Так, перешли к телефону, замыкаем тест-поинт, передернули аккумулятор, обязательно перед этим. Замыкаем тест-поинт, подключаем кабель. Все, подключился. Есть. Вот такую надпись получили на экране. Все, у нас телефон разблокировался ФРП, больше на нем нет. Ага. И еще один момент по телефончику, который не указан был, это если у вас не получается подключиться, вот это тут все. Ну, вы все настроили, пытаетесь подключиться, не получается подключиться. У вас ошибку выдает. То есть есть конект, но нет сброса. Надо просто зайти на 4PDA, в тему с флэштулом, с последним флэштулом, и оттуда скачать последние драйвера все. Тоже я тут маленько пытался. Правда, не на этом компьютере, на этом у меня все обновлено, а на другом, да, и это не получается, пока вот не обновил все эти драйвера. По сути, подключается, все должно сброситься, но нет. Пока драйвера не обновите, не получится. Не знаю насчет Honor 8S, в принципе, тоже должно подойти. Плата такая же. Тестпоинт находится там же, и, по сути, прошивка тоже такая же. Я думаю, адреса будут те же самые. Кто попробовал на 8S, пишите в комментарии, будет интересно почитать, получилось или не получилось. У меня под рукой 8S, к сожалению, сейчас нету, чтобы сбросить на нем. Ну, и спасибо за просмотр. С вами был Руслан. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и до новых встреч. Пока-пока. Надолго не прощаемся.